да привет друзья вот сейчас я вам скажу кто ко мне завтра придет 12 часов сергей зорин сергей зорин основатель такого театра видео театр это вообще потрясающий человек у меня свое время познакомил с термином который создал термин волкс первый электро музыкальный инструмент но там вот так вот рукой делаешь там антенка такая она так звуки и он меня познакомил с термином это же была фантастическая встреча совершенно фантастическая потому что я теперь не понимаю я теперь не понимаю он мне написал я приду к тебе для того чтобы заснять тебя момент когда ты рисуешь говоришь о своем творчестве чтобы я это для истории сделал но мне придется не в свое время собраться стать я же обычно 7 часов вечера да а то мне надо будет 12 часов ради дорогого моего друга сергей зорина не потому что он меня в историю просто он великий человек его все знают и конечно если он поставит этот ролик там у себя в своем музее конечно все будут знать меня еще больше да не поэтому потому что он сам совершить этот подвиг потому что ему целый час надо ехать это вообще а вот лев мелехов лучший фотограф москве да вот лениться лениться хотя он не дел фотографию прекрасную он мой брат и вот я покажу ему сейчас это видео и скажу брат где же ты вот зорин ко мне приедет а ты лев вот заленился со своими мощными фотографиями которые тоже смотрят все у него там от франсуаза саган таки дара лива да ну да 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 то все тому там у него даже целый альбом у льва знаковые фигуры нашей эпохи и там это уже есть интересно так я не хвалюсь я просто рассказываю кто ко мне завтра придет ну вообще-то девочка же смотрят да и девочки смотрят и женщины смотрят а я где-то слышал что боевые ранения украшает мужчину да вот поэтому я добрился и вон порезался пусть немножко так будет я же юморист а вот насчет моих картин и завтра сергей зорин хочет чтобы я рисовал картину я вам покажу какие-то старые у меня были вот эта картина у меня называется удивительным названием на выставках всегда удивлялись легают почему называется автопортрет художник автопортрет это значит двое не должен быть там образ а я всем говорю шутку чтобы не узнали вот я тогда трубку курила вот кисточка наверху и так рисую но насчет моей живописи смотрите сюда внимательно был у меня в гостях самый лучший искусствовед член корреспондент академии искусств пачуков и так прекрасный человек он был у меня в гостях и когда он видел мои картины он сразу увидел вот эту и сказал слушай это же настоящее искусство а он самый такой знающий искусствовед а я ему говорю слушай конечно настоящая знаешь как она называется мой бедный отец а с чего это вдруг мой бедный отец а вот я придумал такую легенду что вот эта девочка маленькая которую не на руках а отец был одинокий вот так сложилось и он был грузчиком всю жизнь работал зарабатывал и ставил на ногу этого ребенка которая выросла стала большим художником и нарисовал эту картину которая называется мой бедный отец ну вот он говорит это поэтому и видно что это великая картина ну да да но это же очень такой мощный искусствовед и поэтому я завтра расскажу сергею зорину об этом но он сам увидит он разбирается сам видишь это мощная картина среди других картин они у меня тоже все мощные просто по церкову это понравилось ну вот я вам хочу сказать что сергей зорин создал звуковую и видео живопись у него специальные такие инструменты и он меня в свое время еще познакомил не только с термейном великим он меня познакомил еще но во первых познакомил он меня с командиром отряда буран но которые должны были на шаттле летать но испытательную выдающийся волк игорь волк вот и мы с ним дружили потом мы с ним много дружили вообще и сергей меня ознакомил с очень выдающимися людьми также у меня познакомил с китай городской которая обучала тогда интенсивным способом обучения по методу лозанова еще как-то по-своему да сначала в мгл на кафедре иностранному языку где они там за несколько часов буквально погружали в это состояние которым они могли сразу запоминать много 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 слов и как раз сергей зорин как раз там дело свето динамическую живопись когда в этом зале я не все занимались свет атмосфера менялась то фиолетовая то розовая но это сергей зорин удивительный человек я его жду и поэтому сереже я тебе посылают уже это видео чтоб ты посмотрел а он еще мне сказал хочу чтобы ты мне сразу показал новейшие приемы по минутные посекундные по методу ключ как ты сам себе делаешь поддерживаю свое состояние для творчества и для обучения других людей мне бы показал я бы начал тоже рисовать это же бы прославился да ну конечно будешь рисовать только больше совать как ты а не как я потому что как я никто не может так же как я не могу как левитан шишкин репин и тогда его зовский потому что они и стали великими художниками потому что они рисовали не как кто-то а как он сам в этом то все и дело я вот поэтому обучаю не рисовать а иметь то состояние не шаблонного мышления чтоб ты рисовать мог играть на гитаре и петь песни и сочинять стихи не как маяковский или есенин а как ты и тогда ты будешь лучше не повторим ну давайте друзья до встречи пока